В первую очередь нужно понять, что связывает Италика с Грецией. То, что население Апеннинского полуострова активно пользовалось греческой культурой, неоднократно произносилось мной. Но в процессе создания ролика я задался вопросом, как конкретно греческая культура проникла на полуостров. Почему, говоря о племенах Италии, в том числе позже о римлянах, мы говорим, что они многое взяли у греков, хотя на деле каждый раз мы выходим на то, что римляне взяли в первую очередь много элементов у ближайших соседей и сами прямого отношения Греции не имеют. Проще всего это понять, посмотрев на миграционные волны 2-го, 1-го тысячелетия до новой эры, которые привели к формированию тех самых племен, оказавших большое влияние на Рим. В первую очередь это, конечно, этруски. Теория об автохтонном происхождении этого племени на Апеннинах, то есть тезис о том, что они изначально населяли полуостров, была опровергнута историками и археологами еще в 20 веке. Из первоисточников у нас есть Геродот, утверждающий, что этруски – это переселенцы из Малой Азии, спасающиеся от страшного неурожая и голода. Их переселение относится к периоду Троянской войны – это XIII-XII века до новой эры, их рубеж. Учитывая, что другой античный автор Гомер в поэме «Илиада» уже упоминает многие аспекты военного дела, характерные как раз для периода Троянской войны, то есть это такие фундаментальные вещи военного дела греков, как понимание фаланги, принцип формирования войска по полисным ополчениям, тактики и многое другое. Не стоит удивляться, что этруски стали той основой греческой мысли на Апеннинском полуострове, которая в дальнейшем получила развитие в Италии. Кроме Геродота и Гомера есть исследования филологов и археологов, выделяющих, что заселение Апеннин во II-I тысячелетии до новой эры происходило не меньше, чем в три волны, и этруски были лишь первой волной миграции. Вторая волна пришла из Альп, третья уходит корнями к балканским племенам и даже на территорию северокаспийской степи. Этруски, раньше всех заселивших полуостров из названных миграций, стали, разумеется, основой местных культурных традиций. Они явно принесли с собой полисный стиль, постепенно сформировали собственное представление письменности и языке, к слову, до сих пор до конца не расшифрованных. Кроме этого, другие греческие переселенцы постоянно пытались заселить территорию Апеннин, что приводило к конфликтам с этрусками и другими местными племенами. Тем не менее, эти колонии приносили еще дополнительные элементы греческой цивилизации, так что пусть этруски сформировали свою непохожую на греков общность, своими корнями и основами они уходят к грекам. Рим, возникший из объединения латино-собинянских общин на реке Тибр, был тесно связан с этрускими торговыми и политическими связями. Изначально Рим возник как полис, то есть город-государство, и потому не мог обойти стороной такое крупное объединение этрусских городов как союз двенадцати полисов. Изначальное понимание легиона как ополчения города также явно происходит из греческих представлений о гражданском устройстве полиса. В VII-VI веках до новой эры пришедшие к Риму другие собиняне и латиняне, не являющиеся гражданами города, активно пользовались с удобством расположения Рима, его торговыми, земельными и финансовыми ресурсами. Так еще в середине VI века до новой эры сформировалась часть постоянного населения, которое не относилось к гражданам, но тем не менее составило определенное большинство в населении города. Такие пришлые общины были названы полебеями, а латино-собинянские общины, изначально построившие и заселившие Рим, названы патрициями, от слова патрес, подразумевая отцов-основателей. Игнорировать расширение города стало попросту невозможно. По реформе царя Сервия Тулия произошло административное разделение Рима на 4 городских и 17 сельских трип. Оказалось, что в сумме число граждан, способных носить оружие, достигает 25 тысяч человек. Это оказалось в разы больше, чем изначально требовалось для созыва легиона, насчитывавшего по устаревшим традициям от трех до трех с половиной тысячи человек. Так что Сервилий вводит деление населения по доходам и применяет его не только для разграничения общественной разрядности граждан, но и для военной системы. Граждане самого низкого класса определялись как цензом, либо левисом. Это самые бедные представители гражданского общества, чаще всего пастухи или городская беднота. Их классическим вооружением были дротики с пращой. Для защиты левиса использовали еще и щиты. Тело воина защищалось легким доспехом – лорикой лентеей. Это кераса, состоящая из двух-трех слоев, вываренной в уксусе льняной ткани или кожи. Такой способ изготовления придавал ткани прочность и упругость, а доспех мог защитить от случайных попаданий камней и дротиков, или хотя бы уменьшить последствия поражения от снаряда. Лорика лентея похожа по своему способу производства и крепления на теле на греческий доспех линоторакс, который делался из тех же материалов льняной ткани и кожи по той же технологии. Так что снова заимствование от греков налицо. Акцензе и левисы использовались как легкая пехота застрельщиков. В первую очередь их задача была обстрелять такую же легкую пехоту противника, либо тяжелую пехоту неприятеля, вынудив противника напасть. Граждане четвертого разряда определялись крорарием, пехоте копейщиков. Хотя в обычном построении они стояли в самом тылу, этими подразделениями часто при необходимости закрывали бреши в строе гастатов либо принципов, если нужно было сохранить боеспособный резерв в виде принципов либо триариев. Эти же воины прикрывали кавалерию на флангах, а в экстренных случаях прикрывали легион во время отступления. Традиционно рорарии должны были иметь большой щит скутум, для того времени еще не имевшего цилиндрической формы. По этрускому образцу скутум изготавливался в виде большого плоского круглого либо овального щита. Рорарии имели при себе копье гасту, как и греческое копье дори, варьирующееся в длине от полутора до двух метров. Часто рорарии, как и акцензы с левисами, вооружались еще и дротиками. По крайней мере, у одного рорария должно было быть не менее двух дротиков, кроме основного копья. Они также не имели тяжелого доспеха, хотя, безусловно, и рорарии были в состоянии обеспечить себя лорикой лентеей. Вопрос про шлемы достаточно неоднозначен для этого разряда пехоты, так как все шлемы этого периода делались из бронзы, весьма дорогостоящего металла. Возможно, рорарии и имели упрощенные виды самых дешевых шлемов, но не массово. Третий разряд граждан определялся к гастатам. Эти ребята, доход которых был не менее 50 тысяч асов в год, являли собой первое серьезное препятствие на пути неприятеля, имея при себе тяжелые вооружения, нагрудные пластины поверх лорики лентеи, а также скутум, меч и гасту. Для этой пехоты характерно наличие бронзового шлема типа Монтефортина, пришедшего с севера полуострова и постепенно распространившегося не только по Апеннинскому полуострову, но и на остров Сицилия. Находки этих шлемов самые массовые для VI-V веков до новой эры. Их популярность в легионах продержится вплоть до I века новой эры. Второй разряд граждан определялся к принципам и всадникам. Так как для легиона нужна была поддержка конницы по флангам, царь, а в республиканский период сенат, назначал количество центурий необходимых стрип для формирования контингента конницы. В таких центуриях, как правило, было от 27 до 30 человек и на один легион требовалось в районе 18 центурий всадников. Принципы составляли вторую линию римской фаланги и являлись решающей силой в сражении. Имея на вооружение, тяжелую броню и оружие, именно от них зачастую зависел исход битвы. От принципов требовался скутум, меч, любая лорика, дающая надежную защиту. Это могла быть как лорика мускулата, так и панцирь торакс греческого образца, который также был весьма распространен на опенинах. Триарии, будучи самыми состоятельными гражданами, имели вооружение наподобие принципов, только более дорогостоящая и качественная. Намного интереснее обстоять дела со шлемами, которые получили ярко выраженные отличия от греческих образцов. Область Италии, где проживали опулы, активно контактировала с греческим полисом Каринф, откуда переняла шлем одноименного образца. Однако сами опулы изменили его характеристики, сделав отверстия для глаз и рта элементом декора, а на некоторых образцах эти отверстия вовсе отсутствуют, но обозначаются в виде резьбы. Этот шлем стоил достаточно дорого из-за многочисленных декоративных элементов, тем не менее пользовался популярностью не только у опулов, но и у всех племен полуострова. Учитывая дороговизну и статусность шлема, к которому мог также крепиться гребень из конского волоса, логично отнести такие шлемы к амуниции триариев и высокопоставленных чинов, возможно, единично встречался у принципов. Название шлема происходит от его корней и области Италии, где он производился – Аполло-Каринфский шлем. Известно, что иллирийскими племенами также активно использовались каринфские шлемы, а если посмотреть на схожесть иллирийского варианта и апульского, можно заключить, что италики совместили два стиля и получили свой собственный вариант. После шлема гальского образца типа Монтефортина вторым по популярности в не самых состоятельных рядах пехоты был шлем типа Колхидия. Он также изготавливается из бронзы и, в отличие от Монтефортина, имеет защиту тыльной части шеи. Шлем имел развитые нащечники, крепящиеся к каске. Их форма стала образцом для более поздних римских шлемов. Нащечники имели глазные и ротовые вырезы сбоку и давали необходимый боковой обзор. Так что в каком-то смысле Колхидия был даже намного удобнее Монтефортина, а его дешевизна делала его вторым по массовости. Таким образом, самый ранний вариант римских легионов по реформе Сервилия Тули имел при себе до трех видов лорики самых разных вариаций, как минимум три вида шлемов с вариациями, а мечи я практически не затронул, так как о них у меня уже есть. Отдельное видео посмотреть которое можно, щелкнув на подсказке в верхнем правом углу экрана. Для легионов этого периода характерно преобладание аналогового греческого вооружения и брони. Так что и мечи использовали преимущественно греческие. Например, Ксифос. Гладиусы появятся несколько позже 6 века до новой эры. Первые изменения начинают происходить в 4 веке до новой эры, когда в 378 году до новой эры на полуостров вторгаются галлы Синоны во главе с вождем Бренном, разбивают два консульских легиона на реке Алия и разоряют Рим, кроме Палатинской крепости, где укрылись оставшиеся граждане. Угроза полного краха Рима и повтора гальского вторжения вынуждает римлян пересмотреть традиционные взгляды на тактику ведения боя. Сенат вернул из изгнания бывшего римского военачальника Марка Фурия Камила, известного по своим военным заслугам в войнах с этрусками и назначил его временным диктатором. Именно Камил внес корректировки, раз она всегда изменивши римское понимание организации войска. Разделение единого строя фаланги на подвижные автономные части, манипулы, решало самую главную задачу – создание войска, которое оставалось мобильным даже в условиях прямого столкновения с неприятелем. В условиях сражения с варварами легко было перехватить инициативу и постепенно подводить противника к поражению. Были также внесены поправки в имущественные цензы и распределение количества легионеров в войске. Легионы, доходя свою численностью теперь до 5000 человек, делились по имущественному цензу только во время первого набора. Далее войны распределялись по подразделениям в зависимости от опытности, то есть срока службы. Это было необходимо для компенсации дисбаланса, когда состав не самых ключевых отрядов в разы превышал требуемые для сражения резервы хорошо вооруженной тяжелой пехоты. Введение распределения по годам после первого набора решало эту проблему. То есть теперь отношение легионера к подразделению решалось не столько цензом, сколько его опытностью. Именно с этого периода берет начало разграничения, когда под гастатом подразумевался новобранец под принципом «наиболее опытный воин», а Триарии были вовсе ветеранами сражений. Реформа Камилла дала свои плоды незамедлительно. Пришедшие в порядок легионы снова встали в строй по традиционному образцу, но поверх этого приобрели внутреннюю мобильность. Воинские части постоянно пополнялись новобранцами и опытными бойцами. Последовали успешные войны с Эквами, Вольками и Латинами. Когда галлы вернулись в Италию в 367 году до новой эры, их ждала обновленная армия, состоящая из ветеранов войн с Италиками. Галлы, вождя Бренна, были разбиты в первом же сражении, в битве при Альбе. Так окончательно закрепился строй легионеров по реформе Марка Фурия Камилла. Видимо, тогда же римляне встретили кольчужный доспех, активно использующийся кельтами, однако его массовое внедрение в ряды римской армии произойдет позже. К моменту IV века до новой эры общее количество легионов достигло четырех штук. В будущем, к III веку до новой эры, ограничение на количество одновременно существующих легионов будет окончательно упразднено. Общая численность республиканской армии доходила до 20 тысяч человек. Однако нужно учитывать, что при необходимости прибегали к увеличению численности легионов, то есть особым решением Сената увеличивали численность центурий и их количество, собираемое стрип. В этом случае число воинов в легионе могло увеличиваться до 6-7 тысяч человек. Учитывая, что еще в VI веке до новой эры количество граждан, способных моментально встать в копье, достигало 25 тысяч, расширение пределов города, дарование части гражданских прав ближайшим латинянам и собинянам, заселение римлянами городов и основание ими колоний в Италии к III веку до новой эры, не делает удивительным наличие возможности часто набирать легионы практически с нуля в течение одной войны, тем более призыву подлежала большая часть дееспособного мужского населения в возрасте от 16 до 47 лет. Существенную эволюцию претерпевал состав легионов и их вооружение. В первую очередь такие подразделения, как Рорарии и Акцензы, исчезли с поля боя. Это связано с тем, что из римского населения практически исчезли беднейшие граждане, которых зачисляли в Акцензы. Поэтому если в войско и попадали несостоятельные римляне, то их направляли в Левисы, а они ко времени Второй Пунической войны были заменены Левитами. Впрочем, в этом случае изменение названия мало что меняет. В целом Левиты, как и Левисы, остались легкой пехотой застрельщиков, набираемых из самых низших имущественных разрядов. Рорарии исчезли. Из-за возросшей потребности в тяжелой пехоте, если гражданин был в состоянии обеспечить себя щитом, шлемом, лорикой ментеей и мечом, то его определяли в гастаты. В целом, это связано еще и с повышением уровня жизни граждан, которые в новых условиях могли себе позволить приличное оружие. Триарии и принципы начали активно использовать кольчугу, особенно со времен Третьей Сомницкой войны, когда римляне имели многочисленные контакты с галлами-синонами. Судя по всему, именно от них и был перенят в римскую армию кольчужный доспех. В остальном, самым популярным средством защиты у гастатов, так и была многослойная туника с пансорной пластиной на груди. Скутум к этому периоду приобретает знакомую всем цилиндрическую форму, связанная, скорее всего, с изменениями стиля боя еще времен реформы Марка Камилла, когда римские войска стали действовать как подвижные соединения манипул. Если до этого обычные щиты и так выполняли свою функцию, то теперь, когда все решалось слаженными действиями совокупности отрядов по 60-80 человек, увеличение защищаемой области в условиях плотного строя играло значительную роль в увеличении сплоченности отрядов и повышении эффективности их действия. В течение пунических войн кольчуга из-за простоты в производстве и содержании распространяется и в ряды гастатов. Так легионы приобретают к началу 2-го века до новой эры более-менее однородный вид. Кроме того, за 50 лет безостановочной войны две трети состава армии, как полевого, так и офицерского, были даже не просто опытными воинами, но полноценными ветеранами. Оттого к середине 2-го века деление на гастатов принципов и триариев становится практически условным. Так, судя по сведениям, дошедшим до нас об испанских, африканских и македонских войнах, середины конца 2-го века до новой эры, внешне легионеры практически не отличались друг от друга. И хотя в ходу все еще оставались мускулаты, лентеи и пластины, но в большинстве своем их вытеснила лорика хамата. Самым массовым шлемом стал уже известный вам тип мантефортина. Прибавьте сюда скутум практически полное вытеснение копья из войск и получите обобщенный облик легионера середины конца 2-го века до новой эры. Важнейшей частью экипировки, о которой применительно к этому периоду можно говорить абсолютно уверенно, стали известные всем римские сандалии, ставшие универсальной обувью не только для гражданского населения, но и для военных всех рангов и положений. В холодное время под сандалии одевались шерстяные носки из плотно пошитых волокон. Кроме сохранения тепла, это хорошо защищало от влаги. Сандалии сверху оборачивались в тканевые или кожаные полотна с завязками, создавая еще один слой, препятствующий проникновению влаги к ноге. Так что это давало легионерам возможность действовать не только в теплом климате и благоприятных погодных условиях, но и в холодное время. Хотя традиционно военные действия зимой старались не вести, но в военное время обстоятельства традиций не жалеют. Реорганизация римских легионов была естественным следствием постоянных войн. С начала II века до новой эры легионы поменяли свою структуру и содержание. Все чаще можно встретить понимание легионера как рекрута, ведь из-за постоянных войн легионы, некогда созванные как ополчение, не распускались уже в течение десятков лет, а их служащие превратились, по сути, в постоянную армию. Отсюда старое деление ногастатов принципов и триарьев пусть сохранилось, но все отчетливее становилась ясна формальность старой системы. Военачальник Сапион Эмилиан во время африканской кампании против нумидийцев вел военную политику, практически полностью отрицающую имущественный ценз, заменив его на принцип, когда деление в легионах делается по опытности воина. Кроме этого, обогатившаяся военная прослойка общества уже настолько была способна обеспечить себя должным вооружением с помощью своих средств, либо меценатство своих военачальников, что имущественный ценз практически не играл никакой роли. Однако формально легионы даже к концу II века до новой эры все еще действовали по реформе Камила. На деле военная знать уже давно начала формировать собственную опору из народа, всячески привлекая на свою сторону и продвигая по службе представителей незнатных родов, либо выходцев из плебеев. Африканская компания Сапиона и его прежняя деятельность создала так называемый кружок Сапиона, куда входили дипломаты, военачальники и политические деятели из плебейских родов Мумии, Фульвиев, Фаниев, Помпеев, Руфов. Возможно, как-то связанных с родом Помпеев, но это невозможно теперь установить. В кружок Сапиона входили также некоторые патрицианские дома, такие как Фурии, Постумии, Эмилии, Кальпурнии. Абсолютно точно можно заключить, что Гаймарий взял за основу своих преобразований именно тот облик легиона, в который он наблюдал, будучи подчиненным военачальником Сапиона во время Нумидийской войны. Во время вторжения Кимвра в 113-101 годов до новой эры Гаймарий, пользуясь знакомствами с высокими родами из кружка Сапиона, а также заручившись поддержкой многих плебейских и низких патрицианских родов, активно лоббировал в Сенате установление нового военного порядка в армиях. Он, по сути, лишь озвучил все те преобразования, которые пережили римские легионы за последние 150 лет. Поддержка со стороны сенаторов-популистов и самого народа, а также два идущих друг за другом поражения римских консульских армий, стали средством шантажа Сената и вынудила согласиться со всеми предложениями Гаймария, чтобы тот немедленно остановил вторжение. В 104 году до новой эры, после того, как Кимвры вторглись из Нарбонской галлии в Альпинскую галлию, нервы Сената сдали и Гаю Марию был передан полный карт-бланш на военное руководство. Немедленно Мари перестраивает вверенные ему силы по новому образцу. Отмена имущественного ценза и поставка всех воинов на жалование уравняла большую часть населения в возможностях поступления на полноценную службу. Поэтому Гаймарий расширяет перечень граждан, способных пополнить легиона. Практически каждый римлянин теперь мог попытать счастье в военной карьере, получая на выходе огромный перечень привилегий, премий и почестей. Уход имущественного ценза из легиона позволил Марию внедрить универсальные стандарты оружия и брони, поставляющихся в армию. Массово в легионы занесли Лорику Хамату, ставшую теперь не случайным, а обязательным атрибутом римских легионеров. Шлем, щит, гладиус и дротики никак не изменили внешности и теперь поставлялись за счет сенатской казны. Так, внешность римских легионов конца II века показывает, что тяжелая пехота стала приоритетным и самым представительным видом пехоты в римских частях. Внешний вид стал более-менее общим для всех, хотя, конечно, пока это было лишь своеобразным экспериментом в рамках Опенинского полуострова. Основной реальной целью всего этого было, конечно, полное закрепление легионов за их военачальниками, которые теперь могли не меняться в течение зафиксированного долгого времени, до четырех лет. Это позволило военной аристократии формально закрепить свои политические интересы, а главным ключом давления на сенаторов-оптиматов становилась армия, ведь теперь консулы могли без лишних процедур продления консульства руководить легионами. За преобразованиями последовала решительная победа Гая Мария в 101 году до новой эры над Кимврами, что означало закрепление нововведений, которые условно в историографии называют реформой Гая Мария. Понятно, что Марий вовсе не был тем человеком, который эту реформу однажды составил. Хотя реформа начала действовать в полную силу, еще некоторое время понадобилось, чтобы снабдить все имеющиеся легионы универсальным оружием. Так что какое-то время старые виды доспеха все еще продержатся в римских легионах. Только ко времени диктаторства Суллы легионы приобретут свой закономерный унифицированный вид. Следующая волна преобразований начнется в период Гальской войны. В первую очередь это коснется легионов, созданных проконсулом Гаем Юлием Цезарем из населения Цезальпинского и Нарбонского регионов. Заимствование местным, в основном неримским, населением элементов брони галлов дало богатый урожай. В первую очередь это внедрение в римские легионы нового шлема коллус или манхейм, который увеличивал защиту не только тыльной части шеи, но при необходимости щитком можно было прикрыть от удара челюсти и виски, всего лишь повернув голову внутрь. Появление козырька спасало от скользящих ударов сверху. Из-за особенности климата, который был не так благоприятен, как теплое морское побережье Средиземного моря, легионеры не чурались носить штаны, считающиеся варварской одеждой, но, как выяснилось, очень хорошо подходящей для осенних и весенних холодов. Тем более, что кампания 52-го года до новой эры велась в условиях зимы, которая в Кельтике непременно связана со снегами и морозами. В конечном счете легионы Гальской войны, взяв некоторые элементы экипировки у галлов, значительно отличались внешне от других легионов республики. Заимствование традиционных для места набора легиона вооружения и брони имело место повсеместно. Так, после метридатовых войн и войн в Дальней Испании в действующих там легионах можно было встретить оружие и шлемы, характерные для этого региона. Это неудивительно, тем более, что легионеры имели право брать все, что им хочется, на неприятельской земле, как военную добычу. Оружие и броня являлись хорошими трофеями, которые можно легко перепродать торговцам, часто путешествующим с легионами, а также внутри самого легиона. Хотя основным материалом для шлемов оставалась дорогая бронза, железные шлемы давно вошли в армейский обиход, еще с начала I века до новой эры. Традиционный римский пилум получил свое развитие. Под ним теперь понимался не только традиционный римский тяжелый дротик, но и дротик как таковой или любое древковое оружие, используемое для застрела неприятеля. Из записок о Гальской войне становится понятно, что кроме дротиков, предназначенных только для метания, имели место пилумы, которые можно было применять в условиях ближнего боя. По сути, в таком случае пилум автоматически становился копьем, а если его метнуть, то превращался в тяжелый дротик, способный пробить даже несколько щитов к ряду, особенно если обстреливать врага с высоты, что можно увидеть на примере битвы при Бибракте, при описании которой Цезарь упоминает, что дротики пробивали несколько щитов, наступающих на холм галлов. Так что, несмотря на уклон в сторону тяжелой пехоты, римские легионеры все так же старались нанести максимально возможный урон неприятелю с расстояния. Во время Гальской войны ощутился недостаток в легкой пехоте. Для упрощения формирования такой мобильной пехоты Цезарь выделял из легионов когорты, которым значительно облегчалось вооружение и броня. Взамен этого выдавалось большое число дротиков. Такие отряды получили название антисигнанов. Их целью было выманивание варваров на сближение, отступление за ряды тяжелой пехоты, а затем при необходимости эти же антисигнаны могли вступить в рукопашные бой. Очевидно, что Цезарь при создании антисигнанов ориентировался на греческий опыт, когда по той же схеме создавались подразделения пельтастов, застрельщиков, вооруженных большими щитами и оружием ближнего боя, и также имеющие легкую броню, что делало их автоматически как пехотой застрельщиков, так и пехотой ближнего боя. Война в Галле дала Риму еще несколько новшеств. Это в первую очередь касалось кавалерии, в состав которой к первому веку до новой эры входили уже не только граждане всаднического сословия. Традиция, когда в состав кавалерии зачислялись только всаднические сословия римских граждан и конница считалась привилегированным типом войск, ушла еще во времена Пунической войны, во время которой римляне стали активно прибегать к помощи конных наемников в борьбе с многочисленной конницей карфагенян. Теперь, кроме того, что функции кавалерии сводились к исключительно поддержке пехоты и добиванию врага, кавалерия заимствовала у Галлов длинный меч, названный Спатой, которым было удобно наносить удары на скаку. Так, к периоду Александрийской войны римские легионы пусть были в целом унифицированы, но географические и культурные различия, занимаемых ими регионов, давали о себе знать. На Востоке ауксилии лучников стали особенно популярны, и постепенно начинается внедрение доспеха лорика Сквамата в ряды восточных легионов. Хотя для конца I века до новой эры это носило в целом стихийный характер, но популярность такого доспеха довольно быстро распространилась на легионы, воевавшие с парфянами, дислоцирующиеся в Сирии, Иудии и Египте. Тем более, что лорика Сквамата давала защиту ничуть не хуже лорики Хаматы, а от стрелкового оружия защищала и то в несколько раз лучше. Если обобщить весь названный выше период середины конца I века до новой эры, то можно сделать вывод, что только в этот период складывается тот внешний вид легионера, который знаком широкой публике. В период правления Октавиана становится заметным изменение, которое претерпевает Скутум, получивший постепенно ярко выраженную изогнутую прямоугольную форму с урезанными концами. При сохранении защищаемой области увеличивался обзор, позволяющий видеть неприятеля по бокам. Традиционная боевая позиция диктовала правило, что каждый легионер должен сражаться не только с противником напротив, но и атаковать врага, находящегося правее. Это удобнее с позиции обзора, внезапности и эффективности нанесения ударов. Стойка легионера и так направлена чуть в сторону, тем самым обеспечивалось прикрытие товарища справа. Это позволяло, укрываясь щитом от противника напротив, одновременно сражаться с неприятелем справа. Во время германских войн XII века до новой эры, XII века новой эры, легионы Рейнской области получают в качестве основного доспеха лорику сегментату, состоящий из пластин, скрепленных друг с другом изнутри доспеха, что создавало многослойный панцирь вокруг туловища воина. Ведение такой защиты было связано прежде всего постоянными проблемами на границах с рейнскими германцами, активно использующими легкую пехоту. Манера ведения боя, когда германцы старались максимально приблизиться к противнику и закидать его дротиками, отступить, а затем, обнажив длинные мечи, наброситься на ряды расстроенного врага, вынужденного преследовать, казалось, только что отступающую пехоту. В условиях, когда сражение состояло из нескольких фаз, где легионеры в основном оборонялись, необходимо было увеличить защиту солдат от многомерных повреждений метательным оружием и оружия ближнего боя. Все легионы, расположенные на Рейне, в обязательном порядке снабжались лорикой-сегментатой. Позже этот доспех получил широкое распространение во всех римских легионах, став символом эпохи расцвета Римской империи. Вот как-то так я достаточно кратенько вам описал в общих чертах эволюцию экипировки римского легионера, начиная с позднего царского периода и заканчивая периодом республики в форме принципата, то есть правлением Октавиана Августа. Свои вопросы вы можете написать в комментариях, идеи и предложения направляете также туда. В группе ВКонтакте все еще прикреплено голосование за ролики, которые вы хотите увидеть следующими, так что переходите по ссылочке и голосуйте. Спасибо за внимание, всем хорошего настроения, до новых встреч!